МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В музее-заповеднике Горки Ленинские собирается поставить новый рекорд по северной ходьбе ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Прежде всего, я выспался и высыпался всю предыдущую неделю, потому что 24-часовая ходьба – это, конечно, борьба со сном. В городе Видное представители администрации Ленинского района провели рейды по выявлению припаркованных на газонах автомобилей. Паркуются везде. Все равно. Газон, тротуар, пешеходный переход. В ВИДНОВском ЗАГСе поздравили 17 золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Долгий-долгий лет жизни, благополучия, терпения. Музей-заповедник Горки Ленинские в эти дни превратился еще и в спортивную площадку. Здесь собирается поставить новый рекорд в северной ходьбе ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Ему необходимо пройти максимальное расстояние в течение суток. Напутствовать спортсмена собрались в том числе и местные любители северной ходьбы. Он не скажет «поехали» и не взмахнет рукой, потому что пойдет пешком, а в руках у него будут обязательные нордические палки. За несколько минут до начала его атакуют прессы и поклонники, но Дмитрий не теряет сосредоточенности. Долгая подготовка к установлению рекорда не должна пойти на смарку. Прежде всего я выспался и высыпался всю предыдущую неделю, потому что 24-часовая ходьба – это, конечно, борьба со сном, чтобы у меня не было падения темпа в ночное время. Также сходил в баню, массаж сделал, ну и более-менее настраивался. Последняя тренировка для меня уже была как по подготовке. Это неделю назад я 12 часов ходил в Уфе. Ближайшие 24 часа он проведет на ногах. На торжественной церемонии старта марафона Дмитрию желают удачи поклонники северной ходьбы. Многие из них пришли сегодня, чтобы поддержать его не только словом, но и делом. Мы хотим как бы присоединиться к этому рекорду, поддержать и сами пройти дистанцию вот с нашими пенсионерами. Ну а настрой-то боевой, все-таки у него подготовочка-то получше, чем у вас. У нас тоже боевой, мы готовимся, каждый день ездим. И вот-вот поедем 25 мая на фестиваль скандинавской ходьбы. К испытаниям спортсмену не привыкать. За плечами Дмитрия Ерохина переход по Золотому кольцу России, пересечении Калмыкии и острова Сахалин. Итак, все готово к старту. Последний раз в сутки Дмитрий ходил в Красноярске. Эту акцию он посвятил Красноярской универсиаде. Дело было в начале февраля этого года, и столбик термометра показывал минус 35 градусов. Несмотря на это, ультрамарафонец прошел почти 120 километров. И это стало еще одним его рекордом, зафиксированным в Российской Федерации северной ходьбы. Вместе с Дмитрием Ерохиным стартовали и другие поклонники северной ходьбы. Правда, они пройдут только один круг. А затем, как Дмитрий идет по дистанции, будут внимательно следить и люди, и техника. У нас есть два сертифицированных судьи, которые сертифицированы Российской Федерацией северной ходьбы. Второй момент – это у нас система хронометража. У нас непосредственно Дмитрий ходит с датчиками, у нас в шатре, вот на табло, смотрите, у нас там будут располагаться судьи. И в режиме онлайн каждый желающий может зайти на платформу и посмотреть, сколько Дмитрий прошел. Федерация северной ходьбы существует в России около пяти лет. В московском отделении сейчас зарегистрировано всего около 150 человек, в основном спортсмены. И такие мероприятия как нельзя лучше работают на популяризацию этого вида спорта. Переначив известную поговорку, можно сказать, умная голова ногам покоя не дает. Мало кто знает, но Дмитрий Ерохин – активный участник проекта «Русская Википедия». С 2009 года он написал для ресурса более пяти тысяч статей, а отредактированным еще-то нет. Какую новую тему он обдумывает, во время этого похода остается только гадать. Финиш марафона пройдет завтра в 12.00. Именно тогда мы и узнаем, сколько километров смог пройти ультрамарафонец за сутки. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. 20 апреля пройдет общий областной субботник во всех городах и поселениях Московской области. Помимо уборки территории и посадки деревьев, участников субботника ждут конкурсы для детей и молодежи, викторины и музыкальные коллективы, горячий чай и полевая кухня. Также среди всех участников субботника Министерство благоустройства Московской области проводит конкурс. С 11 по 28 апреля выложите в своем аккаунте Инстаграм фото убранной территории до и после с хэштегом «Грязи нет». Три автора самого массового, самого креативного и лучшего семейного фото на субботнике получат по необходимой в летний период вещи – переносному мангалу. Результаты будут подведены 30 апреля на странице министра благоустройства Михаила Хайкина. Присоединяйтесь. Администрация Ленинского района регулярно проводит рейды по выявлению припаркованных на газонах автомобилей. В этот раз осмотр территории был проведен в городе Видное. Наш корреспондент Анастасия Воронина проследила за процессом работы специалистов правового управления. Парковка транспортных средств на газонах, спортивных и детских площадках, а также на участках с зелеными насаждениями запрещена. Однако есть водители, которые оставляют свои машины в неположенных местах. И таких правонарушителей можно встретить практически в каждом дворе. Чтобы напомнить автомобилистам об ответственности, администрация Ленинского района регулярно проводит специальные рейды. А также призывает жителей пользоваться порталом Добродел, чтобы сообщать о тех, кто нарушает установленные правила. Жители Ленинского муниципального района, увидев правонарушение, то есть парковку на газоне, могут сфотографировать, написать дату, время, местоположение данной машины и прислать нам на портал Добродел. Для проверки и уточнения собственника у нас есть два месяца. По окончанию двухмесячного срока выносится постановление о назначении административного штрафа. В течение 70 дней собственник автотранспорта должен оплатить штраф. 10 дней, которые даются на обжалование штрафа и 60 дней для оплаты. В этот раз в центре внимания оказался город Видное. Специалисты провели тщательный осмотр припаркованных машин на проспекте Ленинского комсомола, улице Ольховой и Радужной. Большинство жителей, как, например, Константин Бондарцев и Светлана Городова, отнеслись к этой акции с пониманием. Покупая машину, я сразу и покупая квартиру вот здесь, в этом ЖК, я сразу заботился о ее месте. Я купил машинное место. Здесь есть пока свободные места. Это, конечно, личное дело каждого человека. Кому-то не хочется, но мы живем уже, нужно принять это как должное, что если есть машина, нужно думать не только о бензине, о страховке, еще о чем-то, но нужно заботиться и о машинном месте. Паркуются везде все равно. Газон, тротуар, пешеходный переход. Вот если там дальше сейчас пройти по улице, можно увидеть, что прямо посереди пешеходного перехода, вот уже сколько, практически 11 часов, совершенно не стесняясь, стоит машина-легковушка. И это постоянно. В этот день на лобовые стекла машин были прикреплены листовки с предупреждением о правонарушении, а также с информацией о размере штрафа за неправильную парковку. Особо ярким примером нарушителя стала владелица Мерседеса, поставившая свой автомобиль всеми четырьмя колесами на газон. Мерседес Бенз 261. Ваша машинка? А вы не могли бы выйти с газончика и убрать, пожалуйста? Ждем вас. Спасибо. В ходе осмотра дворовых территорий было выявлено около 20 правонарушителей, которые будут вынуждены заплатить административный штраф от одной до трех тысяч рублей. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Житель Видного Владимир Ильич обратился к нам на телеканал с просьбой осветить масштабную вырубку деревьев в лесополосе за Видновской районной клинической больницей. Ели в том месте, по его словам, высаживали более полувека назад, чтобы обеспечить высоковольтным линиям электропередач живую стену от ветров. Видновчанин не понимает, для чего было необходимо спиливать совершенно здоровые деревья. 8 лет назад или 7 после 2010 года ливня, я разговариваю с лесником, отстояли вот этот коридор из ели. Его хотели срубить? Да, уже в то время хотели почистить. Люди поняли тогда и не стали трогать это. Деревья крепкие были, никакой ледяной дождь, ничего. Сейчас вы можете посмотреть, что вырублена вся правая сторона и по левой, по-моему, тоже. Весь то, что выросло здесь, подходы, молоденькие деревья, все это вырублено просто под общий гребенок. За комментариями мы обратились к представителям южного филиала МОЭСК. В своей работе мы руководствуемся постановлением номер 160, утвержденного правительства Российской Федерации. В данном постановлении есть пункты и аспекты, содержащие в себе належащее состояние просек, либо зеленых насаждений в охранных зонах воздушных линий. Данные работы по, соответственно, освобождению от зеленых насаждений в охранной зоне предназначены исключительно для безопасности электроснабжения и, соответственно, безопасности граждан Российской Федерации. Кроме того, весь порубочный материал обещано убрать в ближайшее время. Кстати, сотрудники МОЭСК ежегодно участвуют в акциях по высадке деревьев, восполняя утраченные зеленые насаждения. Сотрудники МОЭСК тоже люди, в силу того, что мы тоже любим природу. У нас два раза в год проходят акции. Сотрудниками МОЭСК разных филиалов высаживаются парки Победы, парки Памяти, то есть приобретение саженцев, и все сотрудники берут лопаты и участвуют в данных мероприятиях. А вот рядом, в лесном массиве, где санитарная рубка проводилась уже более года назад, похоже, остатки деревьев так и будут гнить, что неблагоприятно сказывается на экологии данной лесной зоны. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь и сохранили свои светлые чувства и уважение друг к другу, несмотря ни на что. В Видновском ЗАГСе поздравили 17 золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Наша съемочная группа попыталась узнать у виновников торжества, в чем секрет их семейного счастья. Им удалось сберечь свое семейное счастье, несмотря на неизбежные трудности и ссоры, пронести через всю жизнь любовь и уважение друг к другу, создать большие семьи и собственным примером каждый день доказывать, что жить долго и счастливо вместе можно. В Видновском ЗАГСе поздравили золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Вы осуществили главное предназначение человеческой жизни. Вы выдержали этот экзамен жизнью и реализовали то, собственно, ради чего Творец, Бог создавал жизнь на земле. Вы реализовали любовь. Я бы вам пожелал от всей души, чтобы вы вместе прожили еще столько же, но чтобы прожили эти годы здравия, любви и уважения. Виновникам торжества вручили поздравительные адреса и подарки, а затем пригласили поставить свои подписи в юбилейной памятной книге. Музыкальные номера чередовались с поздравлениями официальных лиц и совсем еще юных жителей муниципалитета. Не сломили вас без горды, все источили, все в смысле, и любовь после эти годы вы друг дружки пронесли. Этот счастливый праздник падения головы им скружит. Только вернуться снова на небо не было больше сил. Федор и Неонила Кислицкий вместе уже 60 лет. Он работал в космической отрасли и ядерной промышленности. Она преподавала математику детям в Винновской школе номер один. Своим главным достижением Кислицкий считают детей, внуков и правнуков. А на вопрос о секрете семейного счастья отвечают лаконично и в унисон. Уважение друг к другу, прежде всего, любовь и все, терпение, вот именно, это самое главное. Уважение должно быть друг к другу, прежде всего. А все остальное, если уважаешь человека, все простишь ему. Любую ошибку, без ошибок мы не живем. Лидия Николаевна и Игорь Владимирович Кохан пришли в ЗАГС с большой группой поддержки. Невестка, сестра, мужа, внук и правнук – это только малая часть их большой и дружной семьи. С пониманием относиться друг к другу, с нежностью, с верностью, ну здесь все, я даже не знаю, что. И любовь, конечно, потому что я его сейчас люблю. Молодушки. Я беру с них пример и, конечно, вот сейчас побываю в ЗАГСе, а уже после того, как я услышала слова батюшки, немножко поплакала, действительно, они молодцы. Свекровь у меня, как говорится, золото, потому что именно она может и умеет где-то сгладить углы, где-то пойти на уступки. После торжественной части все юбиляры отправились на традиционный фуршет. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видно этого. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 20 апреля, погода поспособствует проведению запланированного областного субботника. Ожидается переменная облачность без осадков температура плюс 13 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!